Добрый вечер! Сегодня мы смотрим картину режиссера Абдурахмана Сисако, которая называется «Тимбукту». Картина эта показывалась почти одновременно на Каннском и на Московском фестивалях и вызвала очень бурную реакцию и со стороны зрителей, и со стороны критиков. У нас в гостях сам реферсер. Здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос связан с вашим обучением в Афгике. Вы здесь учились. Вы один из двух африканских студентов, которые сделали международную карьеру. Вы Сулейман Сисе. Какие ваши впечатления об этом времени? О, я поступил в Афгик намного позже, чем Сулейман Сисе. Такая блестящая возможность представилась мне в 80-х годах. Я попал в мастерскую Марлена Хуциева. Когда ты всего лишь 18-летний мавританский мальчишка, когда ты поступаешь в такой престижный университет, как в ГИК, это настоящая удача, настоящий счастливый билет в жизнь. А 18 лет – это возраст, когда хочется пробовать и узнавать как можно больше. И опыт учебы в России был для меня очень важным. Когда я смотрел «Тимбукту», я почувствовал влияние великого советского кино, почти Довженко. Я был прав или это была ошибка? Нет, я не думаю, что это будет ошибкой, потому что в юности человек как губка впитывает все, что видит, слышит, все новое и интересное. Изучение русского кино было для меня необычным опытом. И мне кажется вполне естественным, что в моих работах чувствуется влияние советского кино, которое представляется мне хотя и суровым, но очень художественным. Вы приговорены к 40 ударам плетки за пение песен и еще 40 ударов за то, что пришли сами. Как у вас возникла идея фильма «Тимбукту»? Знаете, она рождалась не один год. Жизнь в Мали всегда была непростая, но ситуация ухудшилась с приходом в Мали мусульман-экстремистов, которые, можно сказать, захватили не только религиозную сторону жизни. Я, как режиссер, не смог оставаться равнодушным к этой теме, к этой трагической ситуации в «Тимбукту», в городе, несущем особый символический смысл для севера Мали. Я почувствовал, что должен заговорить об этом, ведь ситуация в городе развивалась с ужасающей быстротой. В принципе, это все реальные события, которые действительно были в городе. Да, безусловно. Ну, конечно, я немного переосмысливал их, чтобы вывести на большой экран, как бы переводил на общедоступный и понятный язык. Мне хотелось поговорить о том, что было для людей самым тяжелым, о запретах. Например, запрещена была музыка, занятия спортом, футбол тоже были запрещены. Были установлены строгие правила, как надо одеваться. И все это нашло отражение в сценарии. Такова была реальность, в которой жили люди. Запрещено сидеть на улицах перед домами и заниматься праздными делами. Тратить время впустую на улицах. Это почти везде существует. Многие говорят, что культура – это система запретов, забывая о том, что культура – также и система, помогающая человеку развиваться. Абсолютно точно. Хотя, конечно, в культуре есть свои ограничения. Мне особенно понравилась в вашем фильме идея рассказать о человеке, который не связан с борьбой, с общественной жизнью, это мардиналит, который, тем не менее, становится жертвой существующей системы. Да, для меня это способ сказать о том, что мои герои – это так называемые… маленькие люди, простые люди, о которых так много говорилось в России. имен этих людей никто не знает. Они масса, воплощающая собой общество, живые составные элементы любого социума. И поэтому, когда в обществе складывается трудная обстановка, именно эти люди страдают в первую очередь. Я хотел показать неоднородность доселения в экстремистском обществе. Фильм повествует о казни туарекского пастуха, который во время драки убивает рыбака. Благодаря фигуре рыбака конфликт становится почти классически шекспировским, воплощает разногласия между земной и водной стихией. Такие случаи часто происходят между местными жителями, и расправа настигает виновных очень быстро. Любое убийство ужасно, и мне было важно сказать об этом. Смерть Амаду сильно повлияла на меня. Я этого не хотел. Раз солнце поднялось этим утром, я до сих пор жив, еще один день, подаренный Аллахом. Я принимаю все, что должно произойти. Я не боюсь смерти, которой вы приговорили меня. Я смирился с этим. Как вы говорите, надо следовать законам Аллаха. Следуйте. Я готов. Некоторым моим коллегам фильм показался слишком пессимистичным, потому что в конце концов все погибают, все становятся жертвами. Да, в некотором смысле это правда. Но в конце фильма показаны дети. Хотя они и грустные, они уходят из этих мест, но они живы. Мне кажется, что даже в драматичном фильме может быть заложено оптимистическое начало. В данном случае оно заключается в том факте, что люди не перестают бороться, даже мирными средствами, что события вызывают в них внутренний протест. И все это звучит для меня оптимистично. Я хотел бы обсудить с вами одну спорную идею, с которой здесь далеко не все согласны. С тех пор, как советская система самоликвидировалась, и Московский фестиваль перестал быть идеологическим центром для социалистического реализма, социалистический реализм возродился на Западе. В некотором роде Каннский фестиваль стал продолжателем дела Московского кинофестиваля. Вы жили и в России, сейчас вы живете во Франции. Вы хорошо знаете мир кино. Я прав или нет? Абсолютно точно. И речь идет не только о Каннском фестивале, но и о Венецианском. Безусловно, Канны в большей степени предлагают так называемые ангажированные фильмы. И ваш фильм один из них? Да, можно сказать и так. Это хорошо, я считаю, что это хорошо, потому что в мире есть необходимость в такого рода фильмах. Если это хорошо сделано, талантливо, такое кино надо поддерживать. Да, да. Это более сомнительно, когда это некачественное кино, и когда его поддерживают исключительно по идеологическим соображениям. Но есть и очень талантливые люди, которые борются с помощью кино. Да, кинофестиваль должен также отображать состояние мира. Да. И если ты в курсе того, что происходит в мире, ты можешь делать ангажированное кино. Какие ваши планы? Какой будет ваш следующий фильм? Сейчас я работаю над фильмом... Даже политически ангажированным? Нет. Это скорее история любви, причем история любви без политического контекста. А какая связь Тимбукту с вашими предшествующими фильмами? Мой предыдущий фильм тоже называется, как и город, в котором происходит действие, Бамако. Но он совершенно не похож на Тимбукту. В фильме рассказывается о судебном процессе против Всемирного банка, и все действие развивается параллельно с жизнью одной семьи на грани разрыва. Разоблачение Всемирного банка происходит во дворе их дома. Очень интересен был сам механизм съемки, потому что четыре камеры стояли по периметру всего двора, как будто вокруг телевизионной сцены. Это было настоящее судебное слушание. И адвокаты, и судьи были настоящими, а свидетели играли актеры. Такое судебное дело против Всемирного банка просто невозможно в реальном мире. Но очень интересно было представить его на экране, что я и позволил себе сделать. Субтитры создавал DimaTorzok А какие у вас были отношения с населением Тимбукту во время съемок? Или вообще, где вы это снимали? Я хотел снимать фильм непосредственно в Тимбукту, в городе, который хорошо мне знаком, где я снимал некоторые сцены для других фильмов. Уже все было готово для съемок, когда обстановка в городе ухудшилась и стала просто опасной. Поэтому я и спросил. Так вот, нам пришлось снимать в другом городе, очень похожем на Тимбукту, но в Мавритании. Я сам родом из Мавритании. Основные съемки проходили в городе Уалата. Но для съемки некоторых мест, о которых шла речь в фильме, пришлось на два дня выезжать в Тимбукту. А где вы нашли актеров на главные роли? Главные роли сыграли коренные туареги, чтобы сохранить нужную языковую атмосферу в фильме. Трудность состояла в том, что среди туарегов нет профессиональных актеров театра или кино, поэтому мне пришлось рассматривать кандидатуры из мира музыки. И вот в нашей команде появился актер-исполнитель главной роли из Мадрида, актриса-исполнительница главной роли из Парижа, еще два актера живут в Мали. И все они туареги по национальности? Не только туареги, потому что в Тимбукту живет сразу несколько национальностей. Это очень неоднородный город. Мне бы хотелось, чтобы фильм вышел у нас в России, так или иначе. Но пока я думаю, что реакция зрителей телеканала «Культура» покажет, как этот фильм может быть воспринят у нас. Как своеобразный тест. Мне кажется, что возможность показать свой фильм на канале «Культура» это тоже привилегия. Фильм и не должен быть обязательно популярен. Нужно просто найти своего зрителя. А я уважаю и люблю своего зрителя. Спасибо, что пришли и рассказали нам о своем фильме и о своей карьере. Спасибо. У нас в гостях был Абдурахман Сисако, режиссер из Мавритании. Мы говорили о его картине «Тимбукту», которая рассматривает проблемы религиозного фанатизма в Африке. Желаю вам безусловно полезного просмотра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Абдурахман Сисако. Абдурахман Сисако. Э unanimЯ